МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Ищущих ответы на вопросы слушают, слышат и помогают в Бресте на прямую связь с горожанами вышли чиновники самого разного уровня. Общался с населением помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Звонки принимал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий. Кто ищет работу, предлагают вакансии. Наши корреспонденты мониторили ситуацию на рынке труда. Предприятия Бреста, общество с ограниченной ответственностью Агропищепром, спорткомплекс «Лазурный», частное предприятие «Райтия» создают новые рабочие места. Хочешь жить – умей вертеться или под лежачий камень – вода не течет, говорят сегодня представители ресторанного бизнеса. Ирина Кузьмич побывала в нескольких кафе Бреста и пришла к выводу, что изобретательность рождается тогда, когда иные способы решения проблемы исчерпаны. Об этом мы не только будем говорить прямо сейчас в программе «Итоги недели». Коронавирус, трудоустройство, освещение улиц, капитальный ремонт домов и дорог – такие вопросы поступали на этой неделе к чиновникам в ходе прямых телефонных линий по всей Беларуси. В Бресте их состоялось сразу несколько. На прямую связь с горожанами вышли чиновники самого разного уровня, общался с населением помощник президента Фабресской области Анатолий Маркевич. Звонки принимал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий. Звонков было немало. Характер обращений прежние лидируют. Традиционно вопросы сферы ЖКХ и связанные с трудоустройством. О том, как органы власти принимают решения, чтобы максимально удовлетворить потребности людей, расскажем прямо сейчас. Просьбы, вопросы и предложения Утром 19 мая в Брестском облсполкоме раздался далеко не один звонок. Телефонный диалог длился три часа. На прямой связи с жителями был помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. 17 обращений и темы самые разные. Решения некоторых из них требуют внесения поправок или дополнений в действующее законодательство. К примеру, один из жителей Брестской области столкнулся с крупным обманом. Он перечислил деньги на приобретение автомобиля одной фирме, но уже четыре года мужчина не может вернуть ни деньги, ни автомобиль. На мой взгляд, нужно носить определенные корректировки в действующее законодательство, для того, чтобы истец имел полное право на законных основаниях требовать или же поставки товара, или же возврата своих денежных средств. Пока данный механизм не совсем урегулирован. Поэтому мы обязательно обобщим все случаи в масштабах нашей Брестской области и будем выходить с ходатайством для того, чтобы более детально с участием юристов можно было рассмотреть данную ситуацию и расставить акценты по данной проблематике. То есть конкретная личная история может стать поводом для принятия управленческих решений на республиканском уровне. Общаясь с журналистами, Анатолий Маркевич также подчеркнул, что сегодня нет такой темы, которую бы чиновники обошли стороной. Каждый вопрос важен и требует детального рассмотрения. Мы должны работать таким образом, чтобы конечный был результат. Чтобы человек знал, в какое время он получит утвердительный ответ, или же в данной ситуации проблему пока решить невозможно. А чтобы решить, нужно первое, второе и третье. То есть прописан алгоритм. Мы не исключаем такие варианты, что вполне отдельные позиции требуют дополнительного рассмотрения и разумное решение, которое соответствует законодательству, будет найдено по тем проблемам, которые сегодня возникали во время прямой телефонной линии. А вот член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий, который также был на связи с горожанами, отмечает, из раза в раз звонков из Бреста становится все меньше. И это лучшее подтверждение того, что разговор посредством прямой телефонной линии и личной встречи с гражданами дают результат. В основном обращения к сенатору поступали из Каменецкого района. Город Каменец – это город, где я родился и вырос. Моя малая родина, поэтому это одна причина. Второй округ – это город Брест. Вот мне так, знаете, здесь выросли и растут мои дети и мои внуки. Вот, поэтому все проблемы, которые касаются всех их, я имею в виду жителей Каменецкого района, жителей города Бреста, это и мои проблемы, потому что по-другому быть не может. Где можно отвечать? Отвечаем сразу. Где нет? Особенно вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вот по Каменцу, там и ремонт дорог, и придомовое хозяйство, придомовые участки, это и стоянки возле социальных объектов. Кое-что уже выполнено, нам ответы пришли, что выполнено. Кое-что еще находится на этапе исполнения. Но мы за этим следим, потому что при выездах в Каменец мы проезжаем по тем проблемным вопросам, которые нам ставят жители города Камень. Решить проблемы, не выходя из дома, сегодня это возможно. Следует просто набрать нужный номер в нужное время. Некоторые ситуации взяты на контроль и будут реализованы в кратчайшие сроки. Есть и такие, на решение которых понадобится время. По некоторым обращениям выйдут специалисты, чтобы разобраться во всем на месте. О том, что касается всех нас. Брест – зеленый город. Это отмечают не только жители областного центра, но и гости из разных уголков мира. Несмотря на плотную застройку и масштабность спальных районов, в городе над Бугом активно культивируются зеленые зоны, поддерживаются проекты, в которых особое место занимает и благоустройство зон отдыха и зеленых кварталов. Для того, чтобы работа эта была системной, в Управлении архитектуры Брестского грузполкома разработали и утвертили стратегию пространственного развития областного центра. Пастфактум. Такого рода проекты стали обязательными с принятием новой редакции закона о растительном мире. Пасткриптум. Отдельные элементы концепции по озеленению в городе реализовывались давно. Но теперь настало время сделать их комплексной системой, свой вклад в которую может внести каждый гражданин. Еще каких-то несколько лет назад сложно было представить, что на месте этого заброшенного зеленого уголка появится настоящий парк с выходом к воде. Сегодня это полноценная зона отдыха, к благоустройству которой подключаются различные организации. А накануне аллея, ведущая к живописным берегам Муховца, пополнилась еще одним объектом – именной скамьей от Анатолия Воробьева и его коллектива «Радость». Проект такой, ну я бы сказал даже творческий в том плане, что придумано не то, что памятно, да и известным гражданам, и известным просто людям, и просто горожанам Бреста. Поэтому приятно то, что останется какая-то память. Ну а ансамбль «Радость» почти 60 лет в городе Бресте, поэтому внес свой значимый такой вклад для брещан, для их, как говорится, культурного развития и настроения. Ну что такое радость? Всем понятно, радость – это нести людям радость, настроение. И даже в эти сложные времена пандемии мы все равно несем радость, хотя на время спрятались, будем так говорить, сделали паузу. Про пандемию никаких масштабных мероприятий. Все прошло без пафоса и огромного количества прессы. Однако локально это частный вклад в общее благоустройство города, которое для городустроителей является одной из приоритетных тем. Сегодня задача состоит в том, чтобы сделать областной центр более комфортным и логичным с точки зрения имеющихся здесь зеленых зон. Чтобы у каждого брещанина была возможность приобщиться к отдыху на природе в грамотно обустроенном зеленом уголке, причем недалеко от дома. Перед тем, как разрабатывать генплан, мы задались целью. Вообще нас устраивает, как жители города, Брест, его качество среды, его застройка. Ведь, ну как, сегодня в городе 350 тысяч жителей, там будет 400 тысяч, да, мы наберем там со временем, там больше будет построено метров квадратных, больше будет построено дорог. А станет ли город лучше от этого, да? Большой это не значит, что в нем жить лучше, да? Поэтому мы во главу поставили не количественные показатели, да, а качественные. То есть не сколько метров квадратных будет построено, а каких метров квадратных. Несколько дорог будет километров построено, а позволят ли эти дороги связать или сделать передвижение по городу более краткосрочным, более короткие маршруты дом-работа-дом. Соответственно, вот здесь и речь про развитие общественных территорий. Это третье место. Дом-работа и общественное пространство, когда мы после работы не возвращаемся домой к телевизору, а встречаемся в кафе, в парке, в сквере и продолжаем полноценную жизнь. И система эта должна сделать город еще более комфортным для жизни. То, за что сегодня идет внутреннее соревнование между городами во всем мире. Свой потенциал имеет каждый населенный пункт Беларуси. И Брест в этом списке на первых позициях. В Витебске там славянский базар, Витебск там культурная столица, в Гродно есть там тоже свой национальный культур праздник. Значит, в Бресте есть там Беловежа, ну или там Брестская крепость, да, там Аллея Фонарей, улица Советская. Ну почему бы не добавлять вот этих вот фишек городских, да, не делать, например, Брест – южная столица Белоруссии. Почему у нас великолепный там климат, у нас теплее, у нас на две недели раньше зацветают, значит, и деревья, и цветы. И это умеет подчеркивать команда ландшафтных дизайнеров коммунальника. Благодаря южному климату разнообразие цветов, которые можно высаживать в наших широтах, действительно впечатляет. Планы по оформлению разрабатываются почти за год до посадки. И каждый раз флористам и ландшафтным дизайнерам удается удивить брещан и гостей областного центра, подарив им город, изящно утопающий в цветах. Если мы ведем речь о однолетней цветочной рассаде, то мы выполняем планирование заблаговременно. Еще в прошлом году мы составляли списки и разрабатывали ассортимент, уже предугадывая, что будет на наших цветниках в текущем году. Предусматриваем мы для посадки выращивание не только декоративно цветущие растения, но также декоративно лиственные. Мы ежегодно пытаемся пробовать какие-то новые сорта. Отдельное внимание уделяем ампельным растениям для вертикального озеленения. Цветы как элемент украшения, а комфортные зоны отдыха с заботой о людях. Несмотря на уплотнение жилой застройки, акцент на поддержании и сохранении зеленых уголков не смещается. Очередной субботник, прошедший месяц назад на территории Интендантского сада, показал – порядок придет и сюда. И новый сад или сквер рационально дополнит зеленый каркас Бреста. Если мы продлеваем набережную, мы понимаем, что она должна замкнуться в малое кольцо в историческом центре. Мы делаем кольцо зеленое в центре. Если мы делаем какие-то отдельно точечные парки, либо посадки, озеленяем в городской среде, то это тоже станут частью вот этой единой системы зеленого каркаса. Комплексные планы по озеленению есть до 2050 года. Далекая перспектива, поэтому новый документ станет поэтапным планам для эффективных шагов навстречу умному городу. Городу для жизни. Ведь в современных реалиях интернет-обучения и эпохи удаленной занятости не так важно, где живет человек. Важно, как он себя здесь чувствует. А это во многом определяет, сможет ли он реализовать здесь свой потенциал. Брест встал на путь качественных преобразований. И это уже большой шаг для того, чтобы двигаться дальше. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Молошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что волнует сегодня всех. Людей, потерявших или ищущих работу, в Бресте поддерживают. Как пример, организация ярмарок вакансий. В феврале была проведена большая межотраслевая встреча. В ней приняло участие более 50 субъектов хозяйствования. Посетило мероприятие порядка 500 человек. И каждый третий смог получить направление на свое рабочее место. Между тем, сегодня в банке данных насчитывается порядка полутора тысяч вакансий. Строительная отрасль, здравоохранение, торговля, транспорт. В этих сферах профессии остаются быть востребованными. Словом, тот, кто хочет, работу найдет. А как обстоят дела у людей, которые имеют постоянную работу? Ведь коронавирус заставил и работодателей, и работников по-другому взглянуть на привычные вещи. Многие субъекты хозяйствования находят новые подходы в решении задач по развитию предприятий. Некоторые фирмы как раз ищут работников. Все подробности в нашем следующем сюжете. Все инвестиции в персонал и оборудование. Брестское предприятие «Агропищепром» – лидер среди компаний в сегменте производства промышленного санитарно-гигиенического оборудования. Здесь производят технологическое, транспортировочное и емкостное оборудование для предприятий пищевой, химической промышленности и агропромышленного комплекса. География экспорта от стран СНГ до Канады и Мексики. Конечно, основной рынок сбыта – это Россия, которая на месяц ушла на карантин. Казалось бы, объемы производства и сбыта должны упасть, но нет, предприятие работает успешно. На начало года показатели по реализации были разработаны и поставлены, но в связи с тем, что у нас сложилась такая ситуация на основном рынке, это Российской Федерации, мы немножко не достигли этих показателей и набрали всего лишь плюс 20. Могу сказать, что это хороший результат, несмотря ни на что, это все равно рост. На работе внутри предприятия эпидемическая ситуация также сказалась мало. Части сотрудников, которые занимаются разработкой, продажами и маркетингом, были переведены на две недели на дистанционный формат. Что же касается рабочего персонала, для них была организована доставка транспортом на работу и с работы. Основной актив предприятия – это люди. И именно с ростом объема производства у нас идет рост количественного персонала. С каждым годом у нас постоянно идет увеличение по объему производства, увеличение по количеству сотрудников, увеличение по площадям, увеличение по основным средствам. В первую половину дня работа, во вторую – досуг с пользой для здоровья. В трехэтажном здании обновленного до неузнаваемости спортивного комплекса «Лазурный» жизнь также не остановилась. Минифутбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, фитнес, йога, пилатес. Поддержать здоровье приходят и мужчины, и женщины. Правда, последние делают это реже. Видимо, девочки очень ответственно имеют социальную позицию, потому что из всех групп, которые у нас были, у нас сейчас несколько раз в неделю 5-6 человек уже остались те, кто 100% входит. А остальные девочки ждут, пока все наладится. Мы им предлагаем антисептики, у нас дезинфекция инвентаря проходит ежедневная, но уже все ждут, когда что-то изменится. А в плане игрового зала мужчины к нам приходят вечерами, после работы отдохнуть в своей компании дружной. Они приходят и играют у нас в футбол, в выходные есть и футбол, и волейбол, но иногда приходят вот бадминтон играть. Кстати, спорткомплексу «Лазурный» в настоящее время необходимы тренеры по детским направлениям. Также вскоре начнет осуществлять набор новых кадров кафе «Пятница», которое находится на улице Московской, 202. В ближайшее время увеличится режим работы, обустроится летняя площадка, в полную мощь заработает доставка. Тогда и понадобятся новые работники. Мы открылись для того, чтобы могли кормить завод. Ну и естественно, что сюда приходят люди в обеденное время, кто пожелает и у нас кушают. В перспективе, в планах наших, это естественно, что работа и по вечерам, увеличивать график режим работы до 11 часов. Перспектива там будет видна. Но раздачу или не раздачу и дешевые, и большие порции, надеюсь, что вкусные обеды мы будем оставлять. Как видим, ситуация на рынке труда в Бресте достаточно стабильная. По итогам 2019 года на вновь созданные рабочие места было трудоустроено более 2800 человек. По итогам первого квартала этого года уже создано более 600 новых рабочих мест. С учетом непростой эпидемической ситуации результат очень хороший. Уровень безработицы у нас по городу составил 0,36% от экономически активного населения. Это достаточно цифра такая неплохая. Мы над ней работаем постоянно. Бывают такие где-то с погрешностью 0,05% буквально. Так мы в принципе держимся на этом уровне. Поэтому наша основная задача сделать так, чтобы каждый гражданин нашел свое новое рабочее место, либо достойное рабочее место с уровнем высоким заработной платы, с хорошими условиями труда. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Сложно сегодня всем, обществу в целом и каждому человеку, его семье. Ведь привычный уклад жизни кардинально изменился. И когда наступит время возвращения к нему, никто не строит прогнозов. Под экономический удар попали все. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но стрессовые ситуации ощутимы во всех сферах жизнедеятельности. Сфера обслуживания, в частности общественного питания, сегодня пытается выжить. Коронавирус они будут помнить очень долго. Гостей в ресторанах, кафе, барах практически нет. Владельцы терпят огромные убытки, но не теряют оптимизма и не сокращают штат, предлагая другие виды работы и находя альтернативные варианты решения в сложившейся ситуации. Ирина Кузьмич убедилась, изобретательность рождается тогда, когда иные способы решения проблемы исчерпаны. Ресторан «Отель Эрмитаж» – элитное место, где всегда собиралось много гостей, которых привлекала изысканная кухня, уютная обстановка и безупречный сервис. Жизнь в просторных залах ресторана кипела. Сейчас тишина. Посетителей практически нет. Ресторан на протяжении уже нескольких месяцев претерпевает не лучшие времена. Планы, а на апрель-май руководители заведения планировали 80% заполняемости залов, серьезно изменил коронавирус. Гостей приходит не более 10% антрания намеченных. Оно и понятно – COVID-19 нанес серьезный удар по ресторанному бизнесу. Первое – это естественное количество гостей изменилось. Так как мы представляем ресторан при отеле, то в первую очередь у нас отменили все иностранные группы, официальные делегации, конференции, мероприятия. Поэтому, естественно, у нас сейчас достаточно свободно, поэтому все посетители могут у нас комфортно растеться, и мы обеспечиваем максимальную дистанцию между гостями. Благо, территория позволяет. У нас два зала ресторана, большая просторная летняя терраса, а также бар. Но белорусский народ из любого положения может найти выход. Даже коронавирус ему не помеха. Кулинарная студия «Гурман» на этой неделе сорвала аплодисменты у брещан, организовав романтическое свидание влюбленной паре. Но изюминка встречи в том, что молодые люди готовили ужин себе сами, но под руководством шеф-повара-гурмана. Гурманили по-взрослому. Все получилось изысканно вкусно, а главное – результативно. Они себя показали на балкончике заведения и на людей посмотрели. Но это не единственная особенность кулинарной студии. Мы знаем о них еще как об инициаторах благотворительной акции «Соберем с собой ку-доктору», которая стартовала 17 апреля и была организована совместно с руководителями кафе «Незабудка». Самое главное мы учитываем, чтобы было горячее первое, чтобы было полноценное второе, чтобы и не очень, как говорится, такое тяжелое, и обязательно, чтобы присутствовало мясо, что придает силы. Обязательно салатик со свежих овощей и гарнирчик какой-то. Каждый день мы делаем все разнообразное. У нас ни разу не повторилось меню одинаковое. С начала благотворительной акции прошел не один день. Повара готовят вкусно и сытно ежедневно, но для того, чтобы акция продолжалась, нужны средства, и многие люди отозвались помочь. Кто-то перечисляет деньги на платформу Мола-Мола, кто-то приносит продукты, предлагает свою помощь в приготовлении или обеспечивает транспортом. Антон сейчас работает в такси, и каждый день в свой обеденный перерыв приезжает к кафе или кулинарной студии, чтобы забрать с собойку и доставить их адресатам. Раньше работали с ребятами в заведении одном, а сейчас все как-то порасходились, и я узнал от практики, что Мария Владимировна ее организовала с кулинарной студии Гурману Влад, шеф-повар Незабудки тоже. Я просто им написал, позвонил, что могу помочь с развозкой хотя бы, там как-то минимальная помощь моя будет. Наша акция стартовала 17 апреля, то есть начиная с 17 апреля мы начали возить горячие обеды в детскую областную больницу. Изначально это было небольшое количество порций, 10-11 порций в день, и сейчас мы отвозим порядка 30-35 порций в день. Присоединилось пульмологическое отделение еще, то есть мы видим, что количество персонала, нуждающегося в нашей помощи, увеличивается. Благотворительность – основа, которая остается в приоритете. И несмотря на то, что ситуация тяжелая, руководители кафе и кулинарной студии находят силы, чтобы помогать тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с вирусом. Так в учреждении здравоохранения Брестская детская областная больница, некоторые отделения, которые сейчас перепрофилированы для приема инфекционных больных, доставляются более 20 обедов в день. Для врачей это важно, ведь так мы говорим им слова благодарности за их тяжелый труд. Все медики ждут, чтобы все-таки труд их был оценен. Оценен по достоинству, потому что постоянно вот это напряжение, которое мы испытываем в результате, потому что мы все знаем об этой инфекции, много читали сейчас, очень много материалов, и поэтому моральное давление, которое оказывается в связи с этим, очень нужно, чтобы поддержка была со стороны, не только, как говорится. Нас поддерживают, и администрация поддерживает, это все, да, но от простых людей это очень большое значение имеет. Сейчас в сфере общественного питания приходится нелегко, но никто не теряет оптимизма. Девиз Брестских заведений – «Всегда готовь», а значит, надежда на то, что ресторанному бизнесу жить, есть. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько безопасна та продукция, которую мы покупаем для своих нужд? Речь идет не о продуктах питания. Например, какого размера должны быть ручки у детского самоката, чтобы он был безопасен для ребенка, и что нужно учитывать, приобретая домой литературу? Однако точно об этом знают все и даже больше работники Брестской областной инспекции Госстандарта. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала в гостях у представителей учреждения и узнала весьма любопытные факты, о многих из которых мы даже не догадывались. Несмотря на непростую ситуацию по коронавирусу, представители областной инспекции Госстандарта продолжают надзорную деятельность за продукции, реализуемой в торговой сети Брещины. И, стоит сказать, достаточно успешно. К сожалению, здесь можно встретить немалое количество товаров, которые небезосновательно стоит назвать опасными. За первый квартал 2020 года нами уже испытано 280 образцов продукции импортного производства. И практически около 70% не соответствует она потребованию безопасности. По уже результатам этих проверок принимаются все необходимые меры. То есть мы выдаем запреты реализации как в целом продукции, так и партии продукции. Предписание об изъятии продукции из обращения опасной. Ну и привлекаем ответственных должностных лиц и юридические лица к административной ответственности. Сегодня особое внимание сотрудники инспекции Госстандарта уделяют проверке светодиодной продукции и ламп накаливания. Казалось бы, но даже в выпуске такого сравнительно небольшого изделия производители могут допускать серьезные нарушения. С целью экономии. Здесь представители Госстандарта рекомендуют не гнаться за ценой и сделать выбор в пользу качественного оборудования. Есть такая тенденция, что выбрасывается на рынок залежавшаяся продукция, поступившая ранее, и, по сути дела, может даже в большей степени появляется на рынке опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции. Но основное внимание мы уделяем, конечно, это поддержке отечественных производителей, в частности, электроламповый завод. Большое внимание уделяется отбору образцов светодиодных ламп, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, поддержать собственного производителя, дать нашей продукции больше уход на рынке. Специально для нас работники инспекции Госстандарта подготовили около 10 наименований продукции, изъятой в ходе рейдов. На первый взгляд, обычная, знакомая каждому предметы, однако, как оказалось, хранящая в себе ряд недостатков и нарушений. Вот, например, светотехническая продукция – светильники. В светильниках отсутствуют втулки, которые удерживают провода внутреннего монтажа, от истирания предохраняют и так далее. То есть в процессе эксплуатации провод истирается, имеются металлические части, которые легко доступны для взрослых детей, для всех. И части, получается, находятся под напряжением и имеется возможность поражения электрическим током. Особое внимание товарам для детей, ведь от того, насколько безопасна игрушка, зависит жизнь и здоровье маленького человека. Здесь оценивается и уровень звука, который издает робот или машинка, и соответствие заявленному возрасту и размер. В самокатах мы контролируем такие требования безопасности, как диаметр колеса, диаметр ручки. То есть, согласно требованиям восьмого регламента на игрушки, диаметр ручки должен быть не менее 40 миллиметров. Фактически, вот измеряем диаметр ручки и фактически у нас получается 29 миллиметров. То есть это возможность причинения вреда здоровью детей, так же, как и диаметр колеса. То есть, чем меньше диаметр колеса, тем больше вероятность того, что ребенок может перевернуться. Также родителям стоит быть внимательными при покупке детям печатной продукции. От того, насколько правильно издателями был подобран шрифт, порой зависит, каким будет зрение малыша в ближайшие несколько лет. Пробел между словами должен быть не менее, чем высота буквы кега-шрифта. Фактически, имеются нарушения такие, как для детей младшего школьного возраста в издательской продукции. Если же возникли вопросы, имеет ли товар сертификат качества и специальное разрешение на реализацию, покупателю дано полное право потребовать эти документы у продавца. Кроме того, проконсультироваться всегда можно, обратившись на сайт областной инспекции госстандарта. Человек с ограниченными возможностями. Так, в официальных документах указываются люди, имеющие инвалидность. Однако, не стоит забывать, что ограниченные возможности нисколько не умаляют их права. Они живут рядом с нами и хотят быть включены в СОЦУ. Для того, чтобы поддержать таких брещан, за средства ДОСААФ в Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов имени Карбышева, был приобретен специальный автомобиль, на котором смогут проходить обучение те, кто имеет проблемы со здоровьем. Жизнь в инвалидном кресле ограничила Сергея Масунова в передвижении, но нисколько не умалила жажды жизни, которая всегда била ключом. Сегодня Сергей в поиске работы, а водительские права были бы в этом вопросе серьезным преимуществом. Новость о появлении специализированного автомобиля стала важным событием. Мужчина давно хотел получить права, а потому одним из первых изъявил желание записаться на обучение. Мобильность, возможность передвигаться свободно, потому что на коляске, если где-то мне нужно что-то по городу, только общественным транспортом. А сам я не войду, мне нужен помощник всегда, а там бы я смог бы, ну, например, даже в магазины, в магазины там, вот где-то корона или большой евроопт куда-то съездить, вот, да, в поликлинику, если надо, или еще по каким-то надобности. Автомобиль сегодня для многих из нас средство передвижения, нежели роскошь. Город разрастается, и перемещаться на своем четырехколесном железном коне становится куда приятнее и проще. Именно поэтому через автошколы ДСА в Брещене ежегодно проходят сотни обучающихся. А теперь получить заветные права смогут и те, кто долгое время был ограничен в такой возможности – люди, имеющие инвалидность. Этот автомобиль уже приобретен за счет средств ДСАВ. Находится сейчас в Минске, на переоборудовании устанавливаются дублирующие педали и дополнительное оборудование для инвалидов колясочника, то есть ручное управление. Значит, после этого момента проводим сертификацию на предмет безопасности дорожного движения, это в Академии, вот, и пригоняем сюда, и уже учебный процесс практически будет начинаться. Это новый автомобиль, Volkswagen Polo, с автоматической коробкой передач. То, что визуально будет отличать этот автомобиль от других, полное ручное управление. В остальном же, эта машина такая же, как и у других курсантов автошколы. Теоретические занятия люди с инвалидностью будут посещать совместно с другими. А вот уроки вождения – индивидуально, со специально обученными инструкторами. Мастера производственного обучения все у нас достойные, хорошо обучают, поэтому проблем никаких не будет. Оборудуется пандус, в классе устанавливаются дополнительные столы, чтобы было немножко попросторнее. Я не думаю, что, конечно, это будет очень массово, но в каждой группе, дай бог, 5-10 человек будут обучаться. Для Виталия Смоленчука вот уже около 8 лет автомобиль замещает ноги. После несчастного случая пришлось начинать учиться жить по-другому, помогая при этом супруге воспитывать ребенка. Права раньше у Виталия были, поэтому, чтобы вернуться в социум в качестве участника дорожного движения, ему пришлось лишь пересдать экзамен. Свою Ауди мужчина переоборудовал сам. И сегодня на дороге чувствует себя уверенно. Признается, что машина дает ему новый импульс для жизни. Это мои вторые ноги, это средство передвижения, это необходимость. И без автомобиля я уже себя не чувствую. Я люблю сам что-то поделать. Я в автосервис очень редко езжу, я стараюсь все делать в автомобиле сам. Мне нравится как ухаживать за автомобилем, так и ремонтировать. И в этом Виталий находит сегодня свое предназначение, помогая друзьям и знакомым. Но, к сожалению, не всегда другие водители относятся с пониманием к таким участникам дорожного движения. В частности, это касается мест парковки у гипермаркетов и магазинов. Тогда на сторону водителей с инвалидностью становится закон. Сотрудники госавтоинспекции в ходе инсельной службы по назору за дорожным движением, проезжая вблизи крупных торговых центров, обращают внимание на места для людей с ограниченными возможностями. Дело в том, что зачастую водители транспортных средств, которые не имеют удостоверения инвалида, паркуют свое транспортное средство на этом месте, тем самым создают неудобства людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний момент каждый участник дорожного движения, каждый водитель должен понимать, что эти места предусмотрены специально для таковых людей, чтобы им было намного проще выйти и добраться до того места, куда им необходимо. За нарушение права дорожного движения в части остановки стоянки транспортных средств в местах, предназначенных для инвалидов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере двух базовых величин. «Равные права и равные возможности декларируют для нас разные организации. И во многом это равенство начинается с восприятия каждого из нас. Жить вместе в одном обществе значит чувствовать, что твои проблемы и твои трудности не безразличны для других». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Пан Малышонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Виктория Нечаева, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова